Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошлую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Любые нововведения и изменения будут доводиться до сотрудников, до руководителей. Лидеры учат лидеров. Первый заместитель генерального директора Росатома Николай Соломон провел семинар на Смоленск АЭС. В рамках 30 ступеней контроля были проведены обходы комиссии под председательством директора ВПТК. На Смоленской станции подведены итоги дня охраны труда. Я считаю, это наш общий долг. Почти к память тех, кто не вернулся с этих полей. Митинг на Кургане Славы в день освобождения Смоленщины. Хотя наш город молодой, но тем не менее он перспективный и развивающийся. Губернатор Смоленской области ознакомился с выставкой презентации города атомщиков. Всех призываю участвовать в дальних акциях. Они проходят не так часто, два раза в год. Атомщики присоединились к всероссийской акции на работу на велосипеде. На Смоленск АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3100 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 25 дней сентября составила 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 263 миллиона. С начала года выработка составила более 17,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Сверх плана 1,6 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 20 сентября в рамках отраслевой программы по развитию производственной системы Росатома «Лидеры учат лидеров» на Смоленск АЭС прошел обучающий семинар для руководителей и специалистов. Тренерами выступили первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям, главный финансовый директор госкорпорации Росатом Николай Соломон и директор блока управленческих программ развития Академии Росатома Ирина Ивашенко с курсом по методике реализации ПСР-проектов, разработанным Академией Росатома. Как отметил Николай Соломон, цели обучения от первых лиц отрасли, дивизионов госкорпорации донести до сотрудников предприятий знания в области производственной системы и понимания необходимости изменений и улучшений в их производственной деятельности. Сейчас, имея сильное подготовленное руководство на опыте собственных ПСР-проектов, подключая новую волну людей и объясняя им, а не заставляя их делать ПСР, реализовывать проекты ПСР, мы надеемся, что мы дотянемся как раз до той самой критической массы людей на предприятии, которые будут поддерживать ПСР, как говорится, сердцем, а не формально. На семинаре рассматривался курс по методике реализации ПСР-проектов, в частности, этапы открытия и подготовка, диагностика и целевое состояние, внедрение улучшений, закрепление результатов и закрытие. Мы сегодня читаем один из базовых курсов по реализации ПСР-проектов. И, на мой взгляд, это как раз тот самый курс, которому проявляют интерес больше всего. Потому что всю теоретическую часть можно применить именно на практике, реализуя какой-то ПСР-проект, достигая результатов. И очень важно, чтобы люди не ошибились с самого начала, даже выбирая такой ПСР-проект, умели четко сформулировать проблему, умели бы четко определить заказчика, пользователя, тех улучшений, которые произойдут, прокоммуницировать с ними, спросить их о том, действительно ли изменилось что-то в лучшую сторону или нет. Но и самое главное, не повторять тех ошибок, которые можно очень легко допустить в самом начале и потратить небольшое количество ресурсов и средств и не добиться того результата, который мы ожидаем. По словам ведущего инженера цеха тепловой автоматики и измерений Валерия Мищенко, обучающий курс дал ему возможность прояснить для себя и усовершенствовать направление в своей работе, чтобы в перспективе получить лучшие результаты. Безусловно, для меня это уникальный опыт. Николай Иосифович Соломон является разработчиком данной методики, поэтому задать вопросы, интересующие первому лицу, услышать ответы. Очень важно, на мой взгляд, тем, что мы увидели вовлеченность первых лиц, услышали ожидания первых лиц, руководства отрасли от наших на рабочих местах, как именно они видят то, что мы должны делать в дальнейшем. Специалисты Смоленской АЭС задали Николаю Соломону интересующие их вопросы, узнали об изменениях и нововведениях в производственной системе и лучших практиках в целом по отрасли. 22 сентября на Смоленской АЭС были подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», требования к инструменту и приспособлениям, подготовка к работе в зимних условиях. В сентябре в рамках третьей ступени контроля были проведены обходы комиссиями под председательством директора ВПТК, комиссии под председательством главного инженера в реакторном цехе и комиссии под председательством первого заместителя главного инженера в отделе радиационной безопасности. Все выявлены замечания, переданные в подразделения для устранения. Тематика Дня охраны труда, которая у нас проводилась в этом месяце, это была «Нарядно-допускная система, состояние территории подготовки к зиме и работа с инструментами и приспособлениями». Состояние территории Смоленской АЭС в динамике 2016-2017 года мы увидели улучшение. Это приятно отметить. Вместе с тем, есть всегда вопросы, на которые нужно обратить внимание и с которыми работать. Сегодня в том числе обсуждали состояние безопасности, и состояние безопасности персонала не только в связи с производственной деятельностью, но и еще с выполнением требований правил дорожного движения. Призываю всех при безусловном соблюдении требований безопасности на производстве также соблюдать требования правил дорожного движения при следовании в личном транспорте, в транспорте, предоставленном предприятиям, не нарушать скоростной режим, выполняя требования знаков безопасности, не подвергать опасности себя и других участников движения. Через две недели на Смоленской АЭС стартует партнерская проверка Всемирной Ассоциации Организации Эксплуатирующих Атомные Станции. Мы с вами проделали большую работу для того, чтобы представить результаты работы Смоленской АЭС. Ну и хотелось бы, чтобы при проведении проверки мы подтвердили те результаты, которые были продемонстрированы и подтверждены нами два года назад, когда по направлению техника безопасности и охраны труда не было выявлено ни одного нарушения на Смоленской АЭС. Следующее проведение итогов Дня охраны труда состоится 20 октября по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Работа на высоте», «Электробезопасность». С докладами о состоянии охраны труда выступят представители Цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС и Смоленск-Теплокор. 25 сентября десногорцы собрались на Кургане Славы, чтобы почтить память тех, кто погиб, освобождая Смоленскую землю от фашистских захватчиков. На Курган Славы пришли представители администрации Смоленской АЭС, предприятий и организаций города, а также школьники и студенты, чтобы почтить память солдат, сложивших головы на полях сражений Великой Отечественной войны. «В этот день мы славим незабвенный подвиг советских воинов, освободителей родной Смоленской земли. Вечная память всем, кто отдал жизнь ради мира на нашей земле. Низкий поклон ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Их подвиг во славу Родины будет жить в веках». Смоленская земля до сих пор хранит множество свидетельств той страшной войны. Поисковики Десногорска ведут неустанную работу по поиску и перезахоронению красноармейцев. Но самое главное – восстановлению их имен. К сожалению, многие так и остаются безвестными. «Этот день у нас, Смолян, навечно останется в памяти. Надо помнить всегда о том, что сделали то поколение для нас. С праздником всех! Спасибо!» Эта война принесла в каждую семью, если не похоронку, то слезы и утраты. Любому из нас в этот день есть кого вспомнить и почтить. «Я считаю, это наш общий долг – почтить память тех, кто не вернулся с этих полей. И поэтому я, не только я, но и мои коллеги пришли сюда сегодня. Ну и думаю, каждый год будем приходить и участвовать в этих торжественных, но немного печальных мероприятиях». Для меня это прежде всего день памяти и благодарности тем людям, которые, не жалея себя, не жалея своих сил, не жалея своего здоровья, проявили много усилий для того, чтобы наша земля, наша Россия, наша Смоленщина была свободна. По традиции, десногорцы в этот день возложили цветы и венки к могилам павших воинов. И пусть бои уже отшумели, и над нашей Родиной чистое небо, но война не закончена до тех пор, пока не захоронен последний погибший солдат. Сохранитель я знать хочу, что потом, как сейчас, я с портрета им прошепчу, я погиб ради вас. 23 сентября в Смоленске состоялась презентация муниципальных образований области «Земля талантов и тружеников», посвященная Дню освобождения Смоленщины и 80-летию образования области. Мероприятие и участие принял город Десногорск. Здесь присутствуют все муниципалитеты, настроение всех праздничное и боевое. А то, что привез наш муниципалитет, это, как всегда, Смоленская атомная станция, наше градообразующее предприятие со своей выставкой. История Смоленской атомной станции, ее настоящее и, соответственно, будущее – ТСС-2. А то, что касается по муниципалитету, здесь представлены наши спортивные достижения, культурные достижения, того, чего достиг наш город за много лет. Хотя наш город молодой, но, тем не менее, он перспективный и развивающийся. Губернатор области Алексей Островский ознакомился с выставкой и выразил надежду на дальнейшую эффективную совместную работу на благо региона. Визитная карточка города-атомщиков Смоленск АЭС развернула для участников праздника свои выставочные стенды, буклеты, проспекты и экологические отчеты. Интерес к выставке проявили многие смоляне и гости региона. Как обеспечивается безопасность на Смоленск АЭС, куда направляется выработанная электроэнергия и что ожидает атомную станцию в будущем, ответ на эти и другие вопросы, а также раздаточные материалы, они смогли получить на выставке. Десногорск на празднике также представили творческие коллективы города, украсившие концерт в Лопатинском саду зажигательными номерами. 22 сентября более 50 атомщиков отправились на работу на велосипеде. Во всероссийской акции десногорцы принимают участие уже во второй раз. Рано утром основная часть участников собралась возле памятного знака «Ангел-хранитель мира», чтобы всем вместе отправиться на работу. Остальные любители здорового образа жизни выехали согласно расписанию смен. Эта акция проводится два раза в год весной и осенью, и работники Смоленской АЭС активно принимают в ней участие. Это вторая акция уже на Смоленской атомной станции. Первая была по весне. Мы готовы участвовать в таких акциях и развивать спорт. Мы за экологию, мы за спорт, за здоровый образ жизни. К месту работы велосипедисты прибыли в отличном настроении и бодром расположении духа. Есть велосипеды на работу, это здорово. Хорошо полезно для здоровья. Сегодня прекрасный день, отлично взбодрились, прокатились. Хорошая компания, хороший заряд перед рабочим трудовым днем. Всех призываю участвовать в данных акциях. Они проходят не так часто два раза в год, к сожалению. Поэтому присоединяйтесь в наше движение. Надо отметить, что на Смоленской атомной станции для двухколесного транспорта работников-любителей здорового образа жизни оборудована целая велопарковка, которая в сезон никогда не пустует. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин